Дмитрий Песков обвиняет Киева в обострении на Донбассе. Специальное заседание Конституционного Суда созывает Александр Тупицкий. И новый штамм коронавируса обнаружила Франция. Это новости Николай Саракваш. Добрый вечер. Прекратить перекладывать ответственность и начать выполнять минские договоренности призвало Министерство иностранных дел Украины Россию. Так в ведомстве отреагировали на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что обострение ситуации на Донбассе провоцирует Киев. Также представитель Кремля объявил о готовящейся видеовстрече президентов России, Франции и Германии, на которой без участия Украины планируют обсудить боевые действия на Донбассе. В МЗС такой формат переговоров называют недопустимым. Украинские договоры о регулировании российско-украинского военно-конфликта ведутся в нормандском формате за участие лидеров четырех государств Украины, Немеччины, Франции и России. И мы глубоко переконаны, что лишь в полном, а не скороченном складе Нормандии можно досягнуть взрыв в ключевых вопросах мирного регулирования. И, конечно, мова и идет на сам перед обеспечении полного и всеосяжного режима припинения в огню. Усилить давление на Россию, чтобы освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины и прекратить террор по отношению к ним. К этому призвало мировое сообщество украинский омбудсмен Людмила Денисова. Она осудила приговор оккупационного суда Севастополя в отношении пенсионерки из Бахчисарая Галины Долгополой. Женщине дали 12 лет колонии и год админнадзора по окончанию заключения за якобы шпионаж в пользу Украины. Под контрольной российской оккупационной власти так называемый Севастопольский городской суд вынес незаконный приговор гражданке Украины Галине Долгополой по сфабрикованному уголовному делу за якобы сбор данных для Украины относительно отдельного авиационного полка Черноморского флота Российской Федерации, осуждая незаконные действия и продолжение политических репрессий оккупационными властями относительно украинцев на территории временно оккупированного Крыма. Специальное заседание Конституционного суда Украины 12 апреля созывает Александр Тупицкий, глава КСУ, отстраненная от должности указом президента Владимира Зеленского. Распоряжение опубликовано на фейсбук странице суда, поскольку его сайт уже три дня не работает. Согласно документу на заседании будет рассматриваться вопрос снятия с должности самого Тупицкого и судьи Александра Косминина. Напомню, 27 марта президент Украины Владимир Зеленский отменил указ Виктора Януковича 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Косминина судьями КСУ. Александр Тупицкий рано или поздно уйдет из Конституционного суда, так считает глава партии «Слога народа» Александр Корниенко. По его словам, сейчас Тупицкий продолжает трактовать указы президента Владимира Зеленского по-своему и таким образом пытается удержаться за кресло. Наступает такое состояние торг, депрессия, потом согласие. Я думаю, что эти стадии мы пройдем с господином Тупицким, но рано или поздно он примет эту судьбу. По словам Венеславского, нелегкую, потому что не будет компенсации, но думаю, что нужно указы президента выполнять. Объявлен в розыск бывший глава правления «Приватбанка» Александр Дубилет. Он фигурирует в деле о растрате более 8 миллиардов гривен финучреждения до его национализации. Об этом сообщают в специализированной антикоррупционной прокуратуре. Напомню, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова согласовала сообщение о подозрении еще двум бывшим топ-чиновникам «Приватбанка» и им инкриминирует растрату более чем 136 миллионов гривен. Ранее в Киеве задержали самолет с бывшим заместителем председателя правления «Приватбанка» Владимиром Яценко, когда он пытался вылететь в Австрию. Позже его отпустили под залог в 52 миллиона гривен. В Украине заработают онлайн-суды. Европейский банк реконструкции и развития запускает пилотный проект по созданию онлайн-судов начнут с Украины. ЕБРР хочет получить опыт работы такой системы, а в дальнейшем запустить онлайн-суды в странах Западных Балкан, Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Позволит ли это модернизировать судебную систему нашей страны и ускорить рассмотрение дел, знает и расскажет Артем Голуб. В стране не хватает около двух тысяч судей. Те, которые есть, не справляются с наплывом дел. Тормозится работа судебной системы. Некоторые дела ждут рассмотрения несколько месяцев. Запуск онлайн-судов поможет ускорить работу. Все, что способствует тому, чтобы люди решали свои спорные вопросы, не загружая судебную систему, естественно, все это на пользу. И самим людям, потому что, очевидно, любая судебная тяжба, как говорится, это общеизвестно, она затрачивает и время, и занимает и время, и какие-то ресурсы, в том числе и финансовые, участников такой тяжбы. Для того, чтобы принимать участие в заседании, не нужно будет присутствовать лично в зале суда. Кроме того, подать документы, связаться с сотрудником суда, запросить необходимые бумаги – все это можно будет сделать через интернет. Онлайн-суды должны избавить украинцев от бумажной волокиты. Безусловно, это положительная и хорошая инициатива, которая окажет положительное влияние на доступ к правосудию. Начиная с представления документов в электронной форме, возможности принять участие в судебном заседании, не выходя из дома. Получить также свое решение или другую нужную информацию. Вижу в этом только положительные стороны. В Украине, по данным Всемирного банка, судебные расходы и задержки в рассмотрении небольшого коммерческого спора могут съедать до половины стоимости иска. Обращаться к украинскому правосудию предпринимателям просто невыгодно. Проект Европейского банка реконструкции и развития поможет устранить эту проблему. О необходимости онлайн-судов украинцы пока не имеют единого мнения. Считают о неуместном онлайн-суды, это, пожалуй, нонсенс, по моему мнению. Суды должны быть очными, надо видеть, кого судят. Так, видеть, а не в телевизоре или компьютере. Это было бы очень удобно, я думаю, если бы можно было подать заявление онлайн. Главное, чтобы все это работало и функционировало. Как часто бывает, подал заявку онлайн, а затем пришел и все равно надо написать от руки и еще какие-то бумаги принести. Проект изначально заработает в Киеве. Для дел от 5 до 10 тысяч евро. Подать иск, поучаствовать в заседании и получить решение суда можно будет дистанционно, что большой плюс во время пандемии. Онлайн-суды уже работают в Великобритании, США и Канаде. Артем Гоупи, Рослав Матиш, Новости Украины. 8700 жалоб от бизнеса за 6 лет своей работы получил Совет бизнес-омбудсмена. Треть из них решили, остальные в работе. Об этом в программе «Официальный разговор» рассказал заместитель бизнес-омбудсмена Украины Ярослав Григерчак. Предприниматели жалуются на правоохранителей, органы местной власти, но большая часть заявлений связана с налогами. В налоговой сейчас проблема включения плательщиков налогов в перечень рисковых, проблема блокировки налоговых накладных, проблема, что не принимают налоговики, уточняющие таблицы данных, которые налогоплательщики подают, чтобы в конце концов их налоговые накладные разблокировали. Проблема с невыполнением налоговиками судебных решений, которыми их обязывают разблокировать налоговые накладные. На довыборах Верховную Раду по округу номер 50 в Донецкой области в лидеры вышел городской глава Доброполья Андрей Аксенов. По данным Центральной избирательной комиссии он набрал более 65% голосов. В Ивано-Франковской области на округе номер 87 большинство голосов набрал кандидат от партии «Слуга народа» Василий Веростюк. Он уже заявил о своей победе и готовности защитить свой результат. Напомню, довыборы в парламент на двух кругах Донецкой и Ивано-Франковской областей состоялись вчера. За два места боролись 32 кандидата. По данным ЦИК, на момент закрытия избирательных участков явка составила почти 21% в Донецкой и более 35% в Ивано-Франковской области. 8346 новых случаев инфицирования COVID-19 выявили за минувшие сутки в Украине из-за стремительного распространения вируса. В некоторых регионах больницы заполнены на 80%. А тем временем эпидемиологи фиксируют новые штаммы коронавируса. Подробности от наших корреспондентов далее. Более 30 различных мутаций коронавируса циркулируют сейчас в Украине, заявила эпидемиолог Наталья Виноград. Самым опасным из них считается британский штамм. Он быстрее распространяется и в большей степени поражает детей, подростков и людей в возрасте 30-40 лет. Очень сложная проблема связана с тем, что есть более высокая летальность. Еще одно – не подходят все те препараты, которые были перспективными. Но хорошо то, что подходят вакцины, которые слабее работают, слабее, но они закрывают этот британский штамм. На сегодняшний день в красной карантинной зоне 11 регионов Украины. К ним вскоре может присоединиться и Полтавская область. В Оранжево пока остаются 13 регионов, в том числе Донецкой и Луганской области. Единственная область в желтой карантинной зоне – Херсонская. А в Ивано-Франковской приняли решение ослабить карантин и открыть детские сады. Самый высокий уровень заболеваемости и эпидемической опасности все-таки в Киеве, Киевской области и практически во всей Западной Украине. Занятость коек прогрессивно увеличивается. Еще на прошлой неделе было 49%, а сейчас практически на 10% больше. Почти все коммунальные больницы страны принимают инфицированных пациентов. Количество госпитализаций увеличивается, в регионах разворачивают новые койко-места. Каждая область, каждый областной штаб ТЭП и ЧАЭС отрабатывает план мобилизации дополнительной сети коек для обеспечения пациентов, несмотря на то, что на сегодня их хватает. Для того, чтобы сохранить работающий кадровый ресурс, необходимо привлекать. И это мы отрабатываем с областями всех работников, которые не заняты были до сих пор. Тем временем в Херсонской областной больнице заразились коронавирусом 30 пациентов и 25 медиков. Всем отделений и клиническую лабораторию закрыли на карантин, приостановили плановую госпитализацию. Для расследования вспышки в Херсоне создали специальную комиссию. Был один пациент с пневмонией. Провели тестирование, у него обнаружили коронавирус. Другие лица не имели клинических проявлений коронавируса, то есть он протекал бессимптомно. По результатам служебного расследования комиссии, я думаю, это будет более подробно изучено. Свободных мест не осталось в ковид-центре областной больницы имени Мечникова в Днепре. Переполнена и реанимация в ней спасает жизнь 24 самым тяжелым пациентам. Медики говорят, за последние сутки приняли 5 человек, легкие которых поражены полностью. Но излечение от коронавируса еще не означает полного выздоровления, предупреждают врачи. Мы на сегодняшний день выделяем 4 возможных осложнения. Это в первую очередь кардиореспираторные нарушения, неврологические, мышечно-скелетные проблемы питания и метаболизма. Все эти тяжелые заболевания мы видим у наших пациентов. Активнее работать над созданием коллективного иммунитета украинцев против коронавируса поручил правительству президент Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании. Он подчеркнул, чтобы сдержать распространение коронавируса, в Украине необходимо вакцинировать 70% взрослого населения. Глава государства также поручил правительству разработать паспорта вакцинации, внедрение которых сейчас рассматривают многие страны Европы и мира. Влада Цуркан, Наталья Гусак, Кенина Лебедева, Новости Украины. Франция обнаружила новый штамм коронавируса. Журналисты раздобыли копию отчета специалистов Всемирной организации здравоохранения о происхождении COVID-19. В Великобритании радуются первому дню смягчения жестких карантинных ограничений, а Венесуэла готова платить за вакцины нефтью. Больше расскажут мои коллеги. Новый штамм коронавируса обнаружили во французском Эльзасе. Об этом сообщает издание DNA со ссылкой на региональное агентство здоровья. Этот штамм пока выявляет в среднем в 4% случаев. По оценке ученых, из-за мутации штамм сложнее определить стандартными тестами. Они продолжают изучать его заразность. Коронавирус, вызвавший глобальную пандемию, вероятнее всего имеет животное происхождение. Об этом идет речь копии доклада эксперта ВОЗ, которую получили журналисты агентства Associated Press. Миссия ВОЗ работала в Китае в начале года. По оценке ученых, вероятность того, что пандемия началась из-за утечки биоразработок из лаборатории в Ухане, крайне низка. Официальная презентация самого отчета неоднократно откладывалась. Однако в ВОЗ заявили брифинг по этому вопросу состоится уже 30 марта. Конечно же, после брифинга участников отчет будет обнародован. Его опубликуют на сайте ВОЗ. Мы с ним ознакомимся, внимательно прочтем, обсудим его содержание и определимся с нашими следующими шагами. Впервые за полгода в Лондоне не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19 за сутки, сообщает Минздрав Англии. В стране постепенно смягчают жесткие ограничения. В начале марта уже открыли школы. А с сегодняшнего дня британцам разрешили собираться на улице группами до шести человек. Также можно организованно заниматься спортом на свежем воздухе. Открываются спортивные сооружения, такие как поля для гольфа и теннисные корты. Наконец-то мы здесь. Дети очень рады. Мы уже сто лет не играли на свежем воздухе, поэтому каждый из нас хочет выжать с игры по максимуму. Мы забронировали корт на неделю вперед и, надеюсь, руки и ноги не отвалятся. Вакцина в обмен на нефть президент Венесуэлы предложил бартер производителям препаратов от COVID-19. С таким заявлением он выступил по местному телевидению. Николас Мадуро отмечает ресурсов у его страны достаточно, но при этом унижаться, выпрашивая вакцины, он не намерен. Даем нефть за вакцины. У Венесуэлы есть танкеры, есть покупатели, которые приобретут нашу нефть и которые направят суммы, полученные от ее переработки, на обеспечение нужд Венесуэлы в вакцинах. Мы готовы обменять нефть на вакцины, но не собираемся никого просить. Венесуэла ни перед кем в этом мире не станет на колени. У нас есть достоинства, но также есть ресурсы. Инна Дученко, Вадим Крамар. Новости Украины. В Суэцкий канал разблокирован. Гигантские контейнеровозы Эвергиван сняли с мели. Шесть дней судно пытались сдвинуть с мертвой точки. В операции участвовало 10 мощных буксиров. А из-под контейнеровоза достали больше 27 тысяч тонн ила и песка. Подробнее о спасательной операции и убытках, которые понесла мировая торговля из засевшего на мель судна, далее в сюжете. Только к утру шестого дня власти Египта объявили, что контейнеровоз успешно снял смели. Компания-владелец заявила, что повреждений на судне нет. К полудню его удалось вернуть обратно в фарватер, зацепить буксирами и потянуть в большое горькое озеро на осмотре профилактику. Движение судов по Суэцкому каналу к вечеру полностью восстановили. 23 марта 400-метровый контейнеровоз «Эвергивен», который направлялся из Китая в Роттердам с более чем 20 тысячами контейнеров на борту, сел на мель, полностью перекрыв одну из самых узких частей Суэцкого канала. По словам представителей владельца японской компании, это произошло внезапно из-за сильного порыва ветра, сдвинувшего судно на мель. В администрации канала приступили к спасательным работам, однако огромные размеры вес полностью загруженного судна ощутимо усложняли ситуацию. Мы работаем круглосуточно, не посменно, а именно круглосуточно, до тех пор, пока движение не будет восстановлено. Работаем днем и ночью, не останавливаясь, обещая, что затягивать не будем. Спасатели вынуждены были спешить, так как контейнеровоз заблокировал проход сотен судов по одной из важнейших транспортных артерий мира. Из-за этого мировая торговля теряла каждый час 400 миллионов долларов США. Также через канал проходит почти 10% мировой добычи нефти и 8% сжиженного природного газа. Вадим Крамор, Новости Украины. Находки из канализации. Коммунальные службы Днепра показали, что выбрасывают местные жители в унитазы. Работники водоканала ежедневно расчищают до полусотни забитых мусором колодцев. Что ценного обнаруживают, показали нашим корреспондентам. Аварийная бригада водоканала готовится к спуску в коллектор. Надевают гидрокостюм на коллегу, который будет работать на 5-метровой глубине. Это защитный костюм предназначен для работы в плохих условиях, будем так говорить. В канализации. Сюда бригада приехала по вызову. Вода стала выходить на поверхность из-за забитой канализации. Тряпки, доски, другой мусор. Чем, которым люди, вместо того, чтобы пользоваться мусорным бетром, пользуются канализацией. Люди в унитаз смывают разное, рассказывают в аварийной службе. Чаще всего предметы гигиены и пищевые отходы. Встречаются и ценные находки. Золотые коронки, монеты, крестики золотые. Золотых раньше хватало, сейчас уже нет. Вытаскивали ложки, вилки и даже нож ручной работы, вспоминает бригадир. Но бывали и более масштабные находки. Однажды из коллектора достали запчасти к бронетранспортеру и старому запорожцу. Сегодня же вытащили несколько кусков бетона. Линия становится на подпор. Это все канализационные стоки. Постепенно накапливаются и начинают поступать в подвал. Это подмывает фундаменты домов, создает неблагоприятные запахи для жителей. Жители опять же начинают жаловаться в городские службы. С такой проблемой часто сталкивается любовь Гафиулова. Пенсионерка живет на первом этаже. Говорит, несколько раз приходилось прочищать канализационные стоки, потому что нечистоты выливались через ванную и унитаз. Всего за 30 минут сотрудники водоканала из этого колодца достали больше 10 ведер мусора. Говорят, работы здесь еще на несколько часов. Все находки обычно вывозят на мусорный полигон. Коммунальщики говорят, была идея создать музей, но от нее отказались. Перед тем, как что-то подобное создавать, предметам, которые достаются из канализации, надо провести достаточно хорошую санитарную обработку. Думаю, что и запах у такого музея был бы не очень приятный. Поэтому сама идея, может, и неплохая, но в реализации достаточно сложная. Ежедневно аварийные бригады расчищают в городе до полусотни коллекторов и каждый раз просят жильцов не спускать мусор в канализацию. Наталья Ягусок, Владимир Штенгелов, Новости Украины. Наши интернет-платформы доступны 24 часа в сутки. Просто следуйте по адресам, которые вы сейчас видите на своих экранах. Берегите себя, свой дом, Украину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова